приветствую вас друзья меня зовут шевченко александр и это канал академии счастья сегодня поговорим о той практике которую я занимаюсь она называется процессе процессе счастья почему так потому что в нашем теле происходит огромное количество различных процессов и большинство из них неосознанны то есть они где-то протекают но мы зачастую не знаем о них или где-то чувствуем что что-то там есть но не знаем в точности как это протекает и не можем самое главное как-то менять это да то есть вот представьте да если вы видели в компьютере диспетчер задает что там протекает большое количество разных процессов и если его открыть мы часто даже не знаем что это за процессы там откуда они какие они для чего они можно конечно залезть в интернет узнать что это за процессы да но вот сам факт да что мы не знаем что эти процессы есть и даже если узнали не знаем для чего они вот как раз процессинг это та практика которая помогает распознать эти внутренние процессы которые есть у человека и сделать их в первую очередь видимыми во вторую очередь понятными и самое главное она позволяет влиять на них то есть она позволяет завершить те процессы которые не нужны убрать их как-то перестроить если например процесс запущен некорректно или идет не так как вы хотели бы то есть вы можете соприкоснуться с этим узнать что это и уладить это и вот в этом и есть скажем так первоочередная моя цель то есть помочь человеку в большей степени осознать себя то есть понять что внутри кто ты куда ты идешь как ты двигаешься если например у человека есть какой-то процесс связанный с тем что он постоянно забывает что-то да то есть вот он там с кем-то поговорил договорился и через там пять минут уже забыл это да то есть вероятно у человека в есть в уме суждение которое говорит ему забывать то есть это может быть суждение я ничего не помню меня плохая память я не могу ничего запомнить я все забывают есть суть в том что вот это суждение настолько влияет на человека что оно применяется у него без осознанности то есть вот он прям не может ничего с этим сделать или чек опаздывает до постоянно вот он там не может прийти во время да значит у него есть это суждение опаздывать. Я не могу прийти вовремя, я все время опаздываю. Некоторые люди говорят, что нужно просто обращать внимание на хорошие, позитивные мысли, делать аффирмации, все пройдет. Но тут важный момент, что если у вас внутри есть эти процессы, которые неосознанные, которые влияют на вас и которые, ну скажем так, заставляют вас делать какие-то вещи, которые вы не понимаете, да, почему у вас так происходит, но это происходит, то сколько бы вы не говорили там, я, например, все время прихожу вовремя, я никогда ничего не забываю или я всегда все помню в позитивном смысле, да, то есть без слова нет. Вот, то есть я всегда все помню, но если та штука, которая у вас есть, что я не помню, она все равно остается и что она влияет на вас, то есть вы пытаетесь как бы хорошим перекрыть вот это плохое, да, ну условно говоря, да, то есть если так смотреть полярный мир, то вы пытаетесь чем-то, ну как бы правильным на ваш взгляд перекрыть что-то неправильное. То есть я, например, я ничего не помню, перекрыть я всегда все помню, у меня хорошая память. То есть да, в какие-то моменты, когда у вас все хорошо, это сработает, но потом чуть состояние переключится, оно ухудшится и вы вновь почувствуете вот это состояние, что я ничего не помню, у меня там нет достаточно ресурсов для памяти, то есть это состояние вновь включится в вас. И этот процесс называется включение, так оно называется, то есть когда что-то бывает напоминает вам об этом и раз, происходит такой щелчок, да, тогда у вас появляется одно и состояние, когда вы не можете что-то вспомнить, у вас появляется какая-то тупость, то есть состояние незнания. И вот это можно выправить с помощью процессинга. Каким образом? Надо отыскать, когда вот это суждение, я ничего не помню, было принято. Откуда оно вообще у вас? Как оно пришло в вашу жизнь? Где вы его приняли? Наверняка в прошлом есть какой-то инцидент с травматическим опытом, где вы это суждение приняли, получили, то есть согласились с кем-то, да, может быть кто-то это сказал, как-то навязал вам, да, то есть или вы сами решили это под действием каких-то болезненных обстоятельств, под действием какого-то, ну, такого подавления гнета, каких-то негативных эмоций. И вот когда человеку плохо, да, он принимает, например, такое суждение, я не могу с этим справиться, то есть на него давят, его там подавляют, причиняют какое-то физическое насилие, боль, и человек принимает решение, я не могу с этим справиться, то есть все пропало. И потом чуть что-то похожее возникает у человека, например, похожий голос или какие-то сходные обстоятельства, что-то напоминает ему об этом. Например, вы увидели человека, который схож с тем, кто был в этом случае. Вы этот случай уже особо и не помните, что там происходило, но вот ум ваш, он помнит, ваше подсознание, оно может проявляться таким образом, на основе стимул реакции. И то есть, когда наступает этот стимул, происходит реакция, и вдруг у вас возникает состояние какой-то необъяснимой такой тоски, какой-то вы чувствуете, что все пропало, что вы не можете с этим справиться. То есть вы чувствуете какое-то, ну, вот это состояние, которое было тогда с вами, и вы его вновь ощущаете. Чувствуете вот эту потерянность, вот эту какую-то боль, такое вот состояние какой-то утраты, дисгармонии. И вот когда это с вами происходит, вы зачастую не понимаете, откуда это. А это как раз вот оттуда, из вашего прошлого. То есть этот процесс включения, он происходит у людей очень часто. Мы даже порой не обращаем на него внимания, но если так вот посмотреть, проанализировать, то вы увидите, что бывает вдруг необъяснимо состояние меняется. Вы поговорили с каким-то человеком, и у вас состояние поменялось. Мы даже там, ну, думаем, что, о, вот это как-то человек на нас подействовал. Да, он подействовал, но это есть в нас самих. Вот, то есть он не смог бы на нас подействовать, если бы этого внутреннего не было у нас. И поэтому я в процессинге помогаю человеку вот убрать вот это внутреннее, то есть то, что касается негативных суждений, негативных постулатов, эмоций. То, что у человека проявляется вот в неосознанном, таком, ну, неосознанном ключе. То есть когда он вдруг чувствует, что что-то включилось, какой-то процесс запустился, но непонятно на самом деле, что это. И вот я помогаю человеку это исследовать, погрузиться и проработать путем внутреннего исследования. То есть я не говорю человеку, что думать или как действовать, а я ему помогаю как проводник пройти и исследовать свой внутренний мир. По сути мы занимаемся этим и так в жизни, да. Мы пытаемся что-то внутри исследовать, да, общаемся с кем-то, как-то проговариваем что-то. Но мы зачастую делаем это бессистемно, то есть не доводя до конца, то есть не прорабатывая это в полной мере. А вот процессинг, он как раз позволяет проработать это от начала до конца по шагам. То есть тут четкая, ясная технология о том, как это делать, зачем это делать. То есть все шаги прописаны от начала до конца. Тут нету, ну скажем так, чего-то такого, что там остается непроясненным, да. То есть мы все вещи сначала проясняем, как идет сессия, как происходит этот процессинг. И человек уже вначале понимает, что будет делаться, потому что понимание дает ему возможность лучше участвовать в процессе. И вот тогда шаг за шагом уже мы по технологии углубляемся все глубже и глубже и находим истоки. То есть когда вы приняли, например, вот это негативное осуждение, что я там не могу с этим справиться, или я не могу быть, приходить вовремя, или у меня не получается запоминать, у меня плохая память, или я плохой отец, плохая мать, или у меня нет сил, чтобы работать. Вот это мы прорабатываем. То есть наша цель это докопаться до причины и путем перепроживания убрать оттуда весь негативный заряд и полностью справиться с этим. И вот когда мы справились, то есть мы эти процессы, скажем так, урегулировали, мы убрали, ну скажем, те негативные суждения, то есть мы перепрограммировали по сути себя, то есть убрали то, что было, ну скажем так, запущено против нашей воли, и тогда естественным образом восстанавливается вот это состояние осознанности. То есть вы можете четко понимать, что делать, как делать, то есть когда делать и почему, то есть у вас есть понимание настоящего момента, и вы еще понимаете, что было с вами в прошлом. И теперь это не воздействует на вас, потому что вы осознали это, а то, что осознанно, понято, как раз перестает на вас воздействовать. То есть мы память не удаляем, мы удаляем только то, что было, скажем так, ну проявилось как негативные эмоции, как заряженность, которая мешала вам. Остается, получается, состояние знания, и вы понимаете, что вы справились с этим, то есть вы сами это понимаете. Вы чувствуете, что это прошло, и теперь эти процессы на вас не воздействуют. Вот, и таким образом происходит переосознавание, то есть увеличение осознанности. То есть, и, конечно же, вы можете сами постепенно учитесь контролировать свое настоящее прошлое и будущее. И вот это целая такая, скажем так, система, которая позволяет шаг за шагом продвигаться вверх, 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 вверх. Это как мозг, да, мозг от состояния неосознанности к состоянию полной осознанности. Вот, то есть если тут у вас мало знания, то наверху у вас много знания, много способностей, много осознанности. Вот, и каждый из вас может пройти по этому пути, потому что это действительно то, что дает человеку понимание и то, что дает ему такое внутреннее духовное освобождение. Вот, и я сам занимаюсь уже этой технологией 20 лет и помогаю людям, то есть после того, как сам получил освобождение, достижение, да, в этой технологии, я помогаю людям двигаться по этим шагам и тоже освобождаться, потому что я знаю, что это приводит к улучшениям, и это действительно то, что стало моей миссией, то есть помогать людям в духовном росте. Поэтому, друзья, если вы хотите в этом поучаствовать, да, если вам вот это откликается, почувствовали, да, мой рассказ, как приглашение к тому, чтобы получить сессию одитинга, сессию процессинга, получить духовную консультацию, проработку, вы можете написать мне в личные сообщения, мои контакты все указаны под этим видео, и вы увидите в шапке мой номер телефона с вайбером, по которому можно мне написать, позвонить, получить бесплатную консультацию, где мы пообщаемся о вашей ситуации, вы им расскажете ее, я выслушаю, подскажу, как можно ее уладить, то есть и после этого мы уже сможем сделать сессию процессинга, где действительно произойдет, скажем так, полное улаживание, когда мы отправимся вглубь и исцелим причины этого состояния, и тогда вы почувствуете, что это ушло и больше не влияет на вас. Вот в этом суть процессинга. Суть в том, что он дает освобождение, и вы сами это чувствуете, и когда вы это почувствовали, вы потом можете это применять в своей жизни, и тоже сможете помогать другим людям в увеличении осознанности и очищении ума от негативных суждений и эмоций. Вот, поэтому я вас приглашаю на бесплатную консультацию и на процессинг. Вот, пишите мне, добавляйтесь в друзья в соцсетях, мои контакты под этим видео, то есть меня же зовут Шевченко Александр, и я процессор, аудитор, духовный консультант и специалист по духовному исцелению. Вот, и если это видео вам было полезным, то поставьте, конечно, отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, поставьте колокольчик для напоминания новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно, и, конечно же, поделитесь этим видео с вашими близкими друзьями в соцсетях, я уверен, они тоже захотят услышать что-то новое, интересное и получить консультацию, улучшить свое состояние. Вот, если вы захотите поддержать канал, то тоже ссылки в описании для того, чтобы можно было его поддержать, и также мои книги в описании, тоже «Полные исцеления и миры вечного познания». вы можете их прочитать по указанным ссылкам на сайте. Вот, также, конечно же, буду рад вас видеть в Академии Счастья, потому что этот проект для людей, которые хотят осознанности и хотят увеличивать свой потенциал, свою духовную мощь. Мы проводим процессинг, консультации, программу очищения, обучение по основам жизни. То есть, все это помогает человеку увеличить свой уровень счастья и гармонии. Вот, поэтому, друзья, приходите, буду рад вас видеть. А сейчас посмотрите те видео, которые открылись у вас на экране. Я уверен, что они тоже будут вам интересны. Там еще больше информации о процессинге и показано, как это все работает на практике. Вам всего доброго и до скорой встречи!